Приветствую всех зрителей у себя на канале. Сегодня у нас в обзоре очередной китайский мультиметр модели GD108A. Я затрудняюсь прочесть название торговой марки, что-то наподобие ГВДА или, ну не знаю, поправьте, если не прав. Эта торговая марка является новинкой на рынке, производит не только мультиметры, но и, к примеру, лабораторные блоки питания у них есть. Ну, собственно, понятно, что в таком форм-факторе вы можете найти 150 мультиметров, отличаться будут только торговой маркой, названием точнее. Этот мультиметр, я, к сожалению, забыл, сколько он стоит, но не из дешевых является, то есть такой средний, конечно же, ценового сегмента, но не самый дешевый. Он имеет расширенный функционал, имеет несколько плюшек, о которых сегодня мы поговорим. Чисто на мой взгляд, вот именно такой форм-фактор, ну, мне не по душе, я сторонник классического исполнения, классических мультиметров. А этот футуристический, скажем так, внешний вид, похожий на какой-то космический корабль, ну, хотя, хотя может кому-то понравится. Так, значит, рассмотрим комплект поставки. Здесь он стандартный, имеется пара щупов с заглушками, точнее, это не заглушки, просто увеличивает класс электробезопасности. С обратной стороны есть заглушки. Щупы стандартные, 80 градусов, 18 АВГ. Так, 10 А они спокойно терпят. Ну, а вот такие не самые мягкие, то есть среднестатистические щупы, которыми комплектуются большинство китайских мультиметров. Имеется вот такая коробочка, кстати, в линейке есть 3 мультиметра, в нашем случае младшая, как я понимаю, модель. Чем они отличаются, я, увы, не знаю, не изучал. Так, щупы, собственно, сам мультиметр, термопары K-типа, измерение температуры происходит именно с помощью термопары. Ну, и вот такая достаточно большая инструкция. Так, мультиметр имеет довольно большой дисплей, он является мультиметром True RMS класса, 6000 отчетов. Измеряет, имеет стандартные 4 измерительных терминала, 2 для измерения токов, больших токов и малых, основной измерительный и земляной терминал. Из плюшек скажу то, что эти терминалы с подсветкой, то есть, если вы выставили определенный режим, мультиметр будет подсвечивать два терминала, куда вам нужно воткнуть щупы в случае конкретного измерителя. Вот, например, измерение тока, миллиамперы 2 нижних он подсвечивает. Здесь имеется бесконтактный измеритель напряжения, точнее, не измеритель, а индикатор напряжения. Имеется также индикатор фазы, вот в этом нижнем режиме. Большой галетный переключатель, он такой, ну, средненький, ходит хорошо. Мультиметр защищен бампером. С первого взгляда может показаться, что вот эта часть является частью корпуса, но на самом деле это резиновый бампер. Из плюсов замечу то, что имеется, естественно, подставка, и эта подставка дает возможность также работать с мультиметром. Мультиметр фиксируется в одном стабильном состоянии, и вот одной рукой мы можем переключать кнопочки, понажимать, и мультиметр не будет бегать по столу. Ну, это отчасти за счет вот этого резинового бампера, который не дает ему скользить. Сверху мы имеем четыре кнопочки. Функциональный режим, который дает нам возможность выбрать определенный измеритель, к примеру, в случае функциональных режимов. Обычная кнопка Select. Далее кнопка Hold, заморозка данных, режим Min-Max для измерения минимальных, максимальных, средних величин. И вот эта крайняя кнопочка, которая активирует подсветку. Подсветка в этом мультиметре очень классная, несмотря на то, что на камере установлено довольно яркое освещение, но тем не менее мы отчетливо видим работу подсветки. Долгое нажатие этой кнопки активирует фонарь, который у нас находится сзади. Возможно, кому-то пригодится. Имеется барграф, который здесь работает. И работает, в принципе, неплохо. Довольно большие цифры. Большие циферки. В общем, углы обзора дисплея неплохие. То есть, он читаемый. Средненький такой, неплохой дисплей. Не тусклый. Это сразу нужно заметить. Наоборот, все очень хорошо видно. Так, что еще? По поводу основных измерителей. Здесь у нас разными цветами китайцы это все сделали. Не знаю, насколько это удобно. Возможно, и удобно. Но, не знаю. В общем-то, мне не по вкусу такое решение. Крайнее вот это положение. Выключается мультиметр. Далее измеритель переменного постоянного напряжения. Измеритель переменного постоянного напряжения малое. То есть, милливольтметр. И при этом, вот во всех этих режимах у нас есть возможность переключиться на частотомер. Есть также отдельный режим частотомера. И мультиметр, заявленный в инструкции, что он измеряет до 10 МГц. Это очень сильное заявление. Мы позже это проверим. Функциональный режим. Это у нас измеритель сопротивлений. Прозвонка. Измеритель падения напряжения на диодах. Измеритель емкостей. Тоже, в общем-то, этот мультиметр с емкостями никаких у него проблем. Заявлено, что измеряет до 100 000 микрофарад. Далее измеритель температуры. Цельсия и Фаренгейт. По-моему, до 1000 градусов по Цельсию измеряет. Микроамперы, миллиамперы, амперы. Постоянная переменная. Ну и измеритель, бесконтактный измеритель напряжения и искатель фазы. Это, пожалуй, все. Это, пожалуй, все. Питается мультиметр от двух обычных пальчиковых батареек. Имеется, как уже сказал, подставка. Здесь можно воткнуть щупы, можно мультиметр куда-то подвесить. Ну, в принципе, он довольно легенький, но нельзя сказать, что он компактный. Рассмотрим основные характеристики этого мультиметра и что он может. Измеритель постоянного тока до 10 ампер, погрешность 1,2% плюс 3 цифры младшего разряда. Производитель дает некоторое сведение об установленных предохранителях. Забегая вперед, скажу, что тут предохранители хорошие, удлиненного типа. Далее переменный ток тоже до 10 ампер, погрешность 1,5%. Так, здесь у нас измеритель сопротивления и в среднем погрешность 1%. Ну, при измерении сопротивления от 6 до 60 мегаом, 60 мегаом для него лимит, что тоже неплохо, составляет 1,5% плюс 3 цифры младшего разряда. Измеритель емкостей до 100 тысяч микрофарад. Вот нижний параметр. При этом 5% составляет, а в основном 4% погрешность, что полностью нормально для измерителя емкостей. Так, значит, частотомер. Заявлено, что до 10 мегагерц. В среднем погрешность 1%, при измерении высоких частот 3%. Коэффициент заполнения от 1 до 99%, погрешность 0,1%. Так, измеритель падения напряжения на диодах. Здесь, вот, обратите внимание, измеряемый ток составляет 2,5 мА, то есть ток измерения. 2,5 мА, что достаточно неплохо, потому что большинство мультиметров в этом режиме 1 мА составляет ток измерений. Ну и напряжение составляет 3 Вольта, чего хватит для проверки любых диодов и светодиодов, ну и, естественно, за исключением матриц. Так, что еще? Прозвонка. Измеритель температуры до 1000 градусов 2%. В среднем диапазоне от 0 до 400 градусов составляет погрешность 1%. Минимум он минус 20 может измерить. Здесь измеритель напряжения. Постоянное напряжение до 1000 Вольт, погрешность 0,5%. Переменное напряжение до 750 Вольт, погрешность 0,8%. И обратите внимание, самый важный, по крайней мере, для меня пункт. Смотрите, вот, заявлено производителем, что опция TrueRMS работает на частотах до 1 кГц. Очень много производителей об этом молчат. Но здесь вот честный производитель указал это. Значит, если вам нужно, чтобы опция TrueRMS работала на больших частотах, уже меняйте мультиметр. Как правило, такие мультиметры уже достаточно дорогие. У меня есть мультиметр, у которого TrueRMS корректно работает на частотах вплоть до 100 кГц. А в целом, бюджетные мультиметры, даже довольно дорогие мультиметры, у них опция TrueRMS работает на частотах от нескольких сот герц до 1-2 кГц. Так, ну, это тоже все понятно. Теперь давайте приступим к измерениям. Позже мы его разберем, посмотрим, как он собран, из чего состоит. Блин, дисплей этого мультиметра круче, чем у дорогущего флюка. Вот, реально вот, смотрите. А с подсветкой все еще лучше. Круто. Так, значит, проверяем постоянное напряжение. Напряжение подается с лабораторного блока питания. Давайте здесь округлим. Ну, вот, к примеру, 29 вольт. 2903, 29, ну, последний разряд отличается лишь на одну единицу. Очень-очень достойно. Так, 8 вольт, 8,01, 8, одно и то же показывает. Одно и то же. Так, здесь проводок соскочил. Так. Значит, 1 вольт, 1,002, 1,002. Идеально. Давайте поменьше напряжение выставим. Так. Ну, к примеру, 100 милливольт. 100 милливольт ровно, 100 милливольт ровно. Я же говорю, у китайских мультиметров с напряжением и со всеми другими измерителями абсолютно никаких проблем по точности. Даже у дешевых. 10 милливольт. Ровно 10 тут, ровно 10 там. Отлично. С измерением постоянного напряжения проблем не видим. Измерение постоянного тока. Была замечена вот такая особенность. Обратите внимание на цвет подсветки. Превращается подсветка в оранжевую, когда вы измеряете токи более 1 А. Если меньше 1 А, то подсветка классическая белая. И то же самое происходит, если вы измеряете относительно высокие напряжения. То есть, двухрежимная, двухцветная подсветка. Не знаю, насколько это удобно, насколько это полезно. Но, тем не менее, это есть. Это сделано неплохо. Подсветка, кстати, равномерная, хорошая и довольно яркая. Так, ток 3,2 А. Здесь, на этом приборе, мы видим практически точно то же самое. Давайте поменьше сделаем. Так. Ток 1 А. Смотрите, подсветка превратилась в белую. Ну, плюс-минус аналогичные параметры. То есть, разброс очень-очень небольшой. 100 мА. Здесь то же самое получается. Ну, для более точного замера можно уже переключиться в режим мА. Давайте мы это сделаем. Так. Ну, здесь, в принципе... Так. Да, нужно переключиться вот сюда. 100, 0,7. 100, 0,7. И то же самое, в принципе, тут. Разброс очень-очень-очень незначительный. Так. Ну, можно и еще меньше сделать. 10 мА. К примеру, 10,7. 10,7. Классно. 10,8. Практически один в один. С измерителем тока постоянного тоже все отлично. Измерение переменного напряжения. Питание подается с латера. Ну, и давайте увеличивать. Ну, допустим, 67 вольта. Точно то же самое наблюдаем вот тут. Питание, естественно, не стабилизировано. Поэтому последняя циферка гуляет в ту или иную сторону. Это нормально. Ну, давайте побольше сделаем. 231 вольт. То же самое наблюдаем там. Еще больше. 338 тут, 338 там. Ну, 340 практически. Да, один в один. Ну, давайте еще больше. 421 вольт, 421. Отличная точность в случае переменного напряжения. Измерение переменного тока. Так, давайте сразу с больших значений начнем. 3,5 ампера. 3,5 ампера есть. Все классно. Выводится еще и частота 50 Гц. Подсветка, обратите внимание, превратилась в оранжевую. Если сделаем поменьше ток, то... Вот, белая подсветочка у нас. Так. 8,5 ампер там, 8,5 ампер тут. Все нормально. Идем дальше. Ну и заодно давайте проверим функцию TrueRMS. Я напомню, что производителям заявлено, что этот мультиметр TrueRMS до частоты в 1 кГц. Проверим. 100 Гц. 10,2 вольта. С ростом частоты, естественно, погрешность будет расти. Это вполне нормально для аналогичных мультиметров. Частота 100 Гц. Давайте мелочиться не будем. 600 Гц. Пошло занижение показаний. 1 кГц ровно. И здесь у нас разброс практически 0,7 вольта получается. Да, при частоте в 1 кГц. Адекватно он очень показывает. При частоте там, ну где-то в районе от 50 до... Сейчас 200 Гц подается. Если что, сигнал подается прямоугольный. То есть не синусоида. Вот. 200 Гц. Да, TrueRMS тут есть. Но, к сожалению, этот TrueRMS на низких частотах. Измеритель емкостей. Так. Значит... 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 680 пикофарад. Давайте мелкую емкость воткнем. Офигеть. Быстро и очень корректно. Очень корректно. Технически он несколько пикофарад может измерять. Начиная от нескольких пикофарад. 2200 пикофарад. Отлично. И очень быстро. Так. Далее. 10 нанофарад. Тоже прекрасно, быстро и точно. Так. Далее. 5 микрофарад. Задумывается мультиметр. Задумывается и достаточно быстро и очень точно. Переключился микрофарад и отображает сейчас 5 микрофарад. Так. Ну и давайте, пожалуй... У меня, к сожалению, здесь нету набора конденсаторов на 100 тысяч микрофарад, чтобы понять, измеряет он такую емкость или нет. Но взамен у меня имеется вот такой конденсатор на 30 тысяч микрофарад. От компании Spray. Давайте попробуем измерить. Здесь уже, ну, в идеале нужно щупы покороче взять. Но в данном случае у нас это не так уж и критично в случае таких емкостей. Конденсатор предварительно необходимо разрядить. Переключился в милифарады. Так. Ждем. Ну, время здесь, в принципе, нормально, учитывая, что измеряемая емкость большая. Но вот задумывается мультиметр очень сильно. Это уже долго получается. Долго-долго. Он переключает сейчас, скорее всего, диапазоны, судя по барграфу. Блин, долго. Измерят ли вообще, вот это нужно понять. Заявлено 100, мы всего лишь 30 тысяч микрофарад. Измеряем. Пожалуй, я отключусь. Если измерят, все-таки покажу. Я, к сожалению, не знаю, что в первый раз пошло не так. Но смотрите. Ждем. Все. Он измерил. Показывает 31 милифарад. Ну, это нормально. То есть, очень даже быстро, учитывая емкость. Опять же, повторюсь, не знаю тогда, что пошло не так. Но мультиметр измеряет и измеряет очень быстро. То есть, режим измерения емкостей, у него проблем нету с этим режимом. Измеритель сопротивлений. У нас имеется вот такая коробочка с ультраточными резисторами. Но, к сожалению, очень-очень-очень большой точности нам не удастся добиться, потому что у этого мультиметра отсутствует функция RL. То есть, исключить сопротивление щупов мы не сможем. Нужно использовать либо очень короткие щупы, чтобы минимизировать влияние их сопротивления, либо как-то так. Ну, давайте как-то так. 263 Ом сопротивления. Отлично. 263,077, если быть поконкретнее. Можно сказать, что идеально. Сопротивление ровно 1 кОм. Изумительно. Он практически показывает 1 кОм. Сопротивление 10 кОм. Неплохо. Неплохо. Сопротивление 20 кОм. Отлично. Сопротивление 180 кОм. Практически 180 кОм. Две единицы младшего разряда разница. Ну, давайте вот это. Сопротивление 10 Ом. Да, он показывает практически, ну, не практически, а ровно 10 Ом. Идеально. Ну, и высокое сопротивление 10 мегаом. Отлично. 10 мегаом имеется. Сопротивлением тоже абсолютно никаких проблем. Режим прозвонки. Очень быстрая прозвонка. Небольшая задержка при размыкании имеется. Да, имеется задержка при размыкании. При срабатывании. Очень быстрая. Если очень быстро, то сигнал превращается в постоянный какой-то сигнал. Но в целом прозвонка быстрая. В целом прозвонка быстрая. Опция измерения падения напряжения на диодах. Обычный выпрямительный диод. Обратите внимание, что он еще и пикает. Это неплохо. Но мне в большей степени нравилось, когда в старых мультиметрах режим прозвонки и измерения падения напряжения на диодах был комбинированным. Это очень удобно с точки зрения именно ремонта техники. Но здесь тоже, в принципе, неплохо все. Так, диод шотки. С малым падением напряжения. Вот он, 0,13 вольт. Прекрасно. То есть проверяет. Светодиод красный. Ярко засвечивается светодиод. Выводит падение 1,77 вольта. И светодиод синий с большим напряжением свечения. Тоже очень ярко светится. Что неудивительно, поскольку в отличие от многих мультиметров, у которых ток измерения составляет 1 мА, в данном случае целых 2,5 мА. То есть все прекрасно. Напряжение, которое падает на светодиоде, тоже хорошо отображается. Опция частотомера. Напомню, что здесь заявлено производителем 10 МГц. Сейчас подается около 6 МГц. И он без проблем отображает пока что. Давайте сразу. 10 МГц никаких проблем. 11, 12, 13, 14 МГц. Так, еще больше. 20 МГц. Офигеть. Это в два раза больше, чем заявленный лимит. Ну, 25 МГц. Начал он. 24 МГц отображает. 25 уже нет. 24 МГц для него лимит в случае синусоиды. Ну, давайте скинем частоту до 9, к примеру, МГц. И сигнал выставим прямоугольный. Посмотрим, что от этого изменится. 9 МГц идет Меандр. Прекрасно отображает мультиметр. 13 МГц отображает. 18 МГц. 19, 20 МГц. 21, 20. 22 уже не показывает. 21 МГц. Меандр отображает прекрасно. С любым раскладом здесь в два раза больше он показывает в реале, чем заявлено, что не может не радовать. По поводу внутренностей. В целом, сборка, пайка очень аккуратная. Здесь никаких нареканий, за исключением того, что крупногабаритные компоненты часто паяются вручную, и китайцы оставляют за собой флюс. Это уже стало нормой в китайских приборах. Даже в довольно дорогих. По поводу, что порадовало это, использование именно полноразмерных безопасных предохранителей. В бюджетных мультиметрах, в лучшем случае применяют обычные предохранители в обычном форм-факторе, либо совсем крохотные SMD-предохранители, которые не совсем безопасны. Из защит. Сказать, что здесь вообще нет защит, нельзя, потому что наблюдаем пару 50 термисторов. Далее то, что основные измерения производятся по цепочке высокоумных резисторов. Но и сказать, что входные цепи хорошо защищены, нельзя. То есть, сами видите, не сияет мультиметр большим разнообразием входных защит. Но какая-никакая защита тут имеется. Входные терминалы самые обычные, кусок жести, свернутый в рулон, как я называю их. По поводу только измерительного шунта. Обратите внимание на то, что здесь использован SMD-шунт. Это, в принципе, хорошие шунты, применяются часто, но не в мультиметрах. В мультиметрах, честно, первый раз встречаю такое решение. Это точные, высокостабильные шунты. Насколько его хватит, то есть, можно сделать расчет, в принципе, учитывая сопротивление, что произойдет с этим шунтом при притекании тока 10-15 А, и посмотреть, насколько он долго будет ходить. А так, производителям тут предусмотрена установка обычного проволочного шунта. Есть соответствующие посадочные отверстия. И вот самое плохое здесь заключается в том, что, обратите внимание, это сильноточная цепь, здесь есть такая дырдочка, и это уменьшает в целом площадь вот этой дорожки, а по нему протекают большие токи. По-хорошему, нужно хотя бы, хотя бы залить припоем вот эту дырдочку. Я понимаю, что полигон достаточно широкий, плюс имеется металлизация, плюс продублирован, скорее всего, полигон с обратной стороны, но все же. Если вот такие места есть, лучше все это дело дополнительно залудить. При протекании больших токов есть вероятность, что этот полигон попросту сгорит. Не утверждаю, но лучше закрыть эту дырку. Так, значит, исполнение в целом поняли, что нормально, здесь никаких нареканий. штатная капелька, это аналого-цифровой преобразователь. Здесь радует то, что китайцы не затерли маркировки, то есть все прекрасно видно. В этой вот части у нас контроллер дисплея находится, здесь флешечка, здесь непонятная микросхема, хотя есть маркировка DT1501. Я чуть-чуть поискал, значит, находит все, что угодно, кроме микросхем в таком форм-факторе. Возможно, плохо искал, если что, можете в комментариях поделиться, если есть какие-то соображения по поводу этой микросхемы. Здесь у нас такая вот своеобразная антенка для бесконтактного измерителя, здесь несколько транзисторов, скорее всего, усилитель сигнала какой-то собран для вот именно этой цепи. Бузер, или возможно, вот, нет, вот нижний вот этот транзистор управления этим бузером. Это у нас светодиод фонарика, здесь наблюдаем высокостабильные высокоточные резисторы, в этой части можем заметить какой-то 10-10-С конвертер, правда, что он делает, я не могу сказать, не думаю, что он на подсветку, хотя, кто знает. Это вот провода подсветки, здесь, как уже сказал, двухцветная подсветка, поэтому проводов три штуки получается. но в целом это все, что хотел сказать по поводу начинки, значит, сюда подключается вот питание от батареек подается, это вот такие пружинки, в целом стандартные решения использованы. Подытожим все сказанное и увиденное. Честно скажу, ребят, когда я впервые получил этот мультиметр, он оставил впечатление такого несерьезного, в большей степени игрушечного прибора, потому что вот все эти разноцветные надписи, футуристический дизайн, я в общем-то сторонник классического внешнего вида, но после детальных тестов выяснилось, что мультиметр вполне неплохой. Абсолютно никаких проблем у него с точностью измерений нету во всем диапазоне при всех измерениях, но это неудивительно, потому что сейчас китайские мультиметры со стоимостью там 20-30-40 долларов по точности не будут уступать приборам за несколько сот долларов от топовых производителей. Значит, по поводу начинки, внутренности, в целом сборка очень даже неплохая, аккуратная, качественная пайка порадовала использование именно предохранителей удлиненного форм-фактора. По защитам у него не все так радужно, но кое-какие защиты здесь имеются, то есть нельзя сказать, что они полностью отсутствуют. Из дополнительных, как бы, не знаю, насколько это полезно, но тут есть подсветка входных терминалов, определиться можно, что куда воткнуть, в случае каких измерений. Естественно, для профессионала это, в общем-то, опция абсолютно бесполезная, то есть и так все знают, куда нужно втыкать щупы. Двухрежимная подсветка, в случае, если вы производите силовые испытания, либо с высоковольтной, с высоковольтными штуковинами работаете, то здесь подсветка уже светится оранжевым. Дисплей, именно качество дисплея, углы обзора, крупный шрифт, все это очень порадовало. И по поводу подсветки, тоже вот бюджетные китайские мультиметры, как правило, у них неравномерная подсветка, то есть там, где установлен светодиод, подсветка поярче, в остальных местах бывает, что даже не видно. Здесь и в случае оранжевой, и в случае белой подсветки все отлично, то есть дисплей равномерно подсвечивается и показания очень хорошо видны. Качество дисплея, качество подсветки на высоком уровне. Продавал частотомер, который хоть и заявлен до 10 МГц, по факту в случае синуса он как минимум 25 МГц измеряет, в случае меандра 22 МГц, и это больше, чем заявлено производителем раза в два как минимум. Резиновый бампер, исполнение корпуса в целом неплохое, бюджетненько конечно, мультиметр легенький такой, но он обязательно найдет своего владельца. Подставочка удобная, питание от двух батареек, что тоже в принципе очень удобно. Нужно понимать, что ребята с меня обзор только покупать, не покупать, что выбрать, это решаете уже вы, я просто показываю прибор какой он есть. И изначально нужно помнить, что этот канал задуман был сугубо для обзоров разной продукции. На этом у меня все, не забываем оставлять свои отзывы, подписаться на мой инстаграм, где я загружаю фотографии новых проектов и интересных штуковин. До новых встреч, пока!